Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Вы даже не представляете, что сейчас происходит с эфиром. Миллионы долларов в эфириумах выводят с топовых бирж на холодные кошельки. Это происходит прямо сейчас. Криптокиты переместили почти 400 тысяч эфиров с основных криптобирж на анонимные кошельки, из-за чего баланс эфиров на биржах упал до годового минимума. Согласно данным, предоставленным криптографическим трекером Whale Alerts, за последние 20 часов огромное количество эфиров было выведено с таких топовых бирж, как Bitfinex, Binance и другие. На этом фоне баланс эфиров на криптобиржах упал до 15-месячного минимума. Именно это и показывает нам график Unchains Glass Note. С помощью этого графика мы можем видеть, что происходит с эфиром Unchain. И вы видите, что действительно количество эфиров на биржах не было таким низким с сентября прошлого года. Также есть фундаментальные причины, почему эфириум может взлететь до 2000 долларов совсем скоро, быстрее, чем все думают. Первое это фьючерсы на CME эфириум. И я знаю, что вы сейчас подумаете. Вы скажете, что фьючерсы для криптовалюты это плохо, но не спешите с выводами. Крупнейшая в мире платформа для деривативов чикагская товарная биржа CME 16 декабря публично объявила о своих планах по запуску фьючерсов на эфириум к 8 февраля. Единственная криптовалюта, для которой уже был проведен запуск таких фьючерсов, это биткоин. И я знаю, о чем вы думаете. В этот день, 8 февраля 2021 года, мы можем ожидать падения эфира. Возможно. Ведь что-то подобное мы наблюдали и с биткоином. Но ведь это всего лишь картина на кратко срок, ну максимум на средний срок. Но давайте подумаем о большей картине. Появление фьючерсов на эфир в конечном итоге приведет к большей зрелости крипторынка. И хотя фьючерсы физически не поставляются, они могут привести и к большей ликвидности тоже. Для эфира и его холдеров это выгодно, потому что это даст институциональным инвесторам возможность хеджировать позиции. Что сделает эфир не только менее рискованным, но и более привлекательным активом для инвестиций. Как вы понимаете, для долгосрочной картины для эфира это будет очень хорошо. Вторая причина это сжигание эфира. Мы уже задевали эту тему запуск и IP1559. Это обновление приведет к устойчивой дефляции эфира. Что должно со временем благосклонно сказаться на цене эфира. Ожидается, что это обновление может быть запущено уже в феврале. И наконец третья причина это запуск первого этапа эфириум 2.0. Это следующий этап перехода эфира на эфир 2.0. Эта фаза значительно сократит время ожидания подтверждений транзакций, что разрешит сети работать с куда большими объемами переводов, чем сейчас. При этом эфир больше не будет страдать от перегрузки сетей и слишком высоких комиссионных за транзакцию. К теме об эфириум 2.0 есть большая новость. Общая стоимость эфириума в контракте эфириум 2.0 достигла нового рекордного максимума. 24 января 2021 года количество эфиров, которые заблокированы в депозитном контракте эфир 2.0, выросло до нового исторического максимума 2,8 миллиона эфиров. Во-первых, это приводит к тому, что предложение эфиров на рынке сокращается, что, конечно же, толкает цену вверх. Но прежде всего, это отображает настроение инвесторов и холдеров эфиров, которые, судя по всему, верят в эфириум 2.0. На этом фоне, ребята, аналитики считают, что эфириум может увидеть взрывной рост еще выше, даже после уже проделанного массивного взлета, который вернул эфириум к отметкам крайнего исторического пика. И напоследок, ребята, я хочу показать вам отрывок из вот этого стрима. Нет, там нет черного экрана, там есть графики, которые я хочу вам показать. Этот эфир был проведен на канале Sentiment Network. Кто такие Sentiment Network? Это платформа для анализа криптовалют, которая дает чистые и надежные данные с рынка. Используя сетевые, социальные и другие источники информации, они создают десятки инструментов, индикаторов и стратегий, которые позволяют пользователям понимать рыночные события и аномалии. Давайте послушаем этот отрывок, в котором они рассказывают о том, почему биткоин, извините, почему эфириум скоро взорвется. Again, the gold line is the whales. This time it's 10,000 tokens. It's been absolutely exploding. Even we posted about this on Twitter actually yesterday, or two days ago, that is, to show that even after its all-time high was hit at 1439, the whales have continued to grow. We were at 1211 back on January 16th. Since then, we've grown up to 1230. So that's 19 more addresses that are in existence now, compared to just five days ago. And essentially, what you would see if an all-time high has hit, and there's going to be a huge decline, would be these whales just dropping off, right? Falling off a cliff as they're universally starting to take profit. But that's not the case. Again, the group that's taking profit is that mid-tier. In this case, we have 100 tokens to 10,000. Again, very wide range. We understand that. But they do tend to behave similarly, which is why we group them together. And between that range, we had on November 21st, 53.2K of these addresses in existence. Now we're down to 50.2. So we've literally lost 3,000 of those addresses. That's right around a 6% drop-off in just the last two months. A little, yeah, exactly two months on the nose. So something to take into account there. The mid-tier, they aren't necessarily wrong all the time. Like this isn't always going to be a counter indicator, even though it has been for the last couple of months for both Ethereum and Bitcoin, as profit-takers have really kind of gotten burned. But they tend to not have as much control in the market, obviously, as the top gold line here, the top tier. So it's something to really note for both Bitcoin and Ethereum and how universally they're both acting right now, with whales continuing to grow in numbers as mid-tiers continue to subtract. And, of course, this tan line here is the small addresses. In Ethereum's case, it's 0 to 1 Ethereum held. And that's always going to grow as new addresses are made, and people dip their toes into Ethereum. We rarely see that number ever go down, and I would be very surprised to see it ever really go down for a substantial amount of time. He says, that big players buy Ethereum even after its reach historical peak, while the average players почему-то избавляются from their reach of their reach of the big Ethereum. And the adreses, on which only from 0 to 1 Ethereum, constantly and permanently grow. And I'll see you in the comments. Do you feel free to do it or do you decide to fix it when you reach historical peak? It's very interesting to read your thoughts. And also, don't forget to like it, for me it's always very nice, and the channel helps to grow. Subscribe to the channel, and click on the bell, and don't forget the new videos, and share videos with friends, and comment, and do it soon! Bye! Субтитры подогнал «Симон»